всем доброго времени суток девочки давайте мы с вами приготовим классический бисквит но с чаем мачо здесь у меня яйца комнатной температуры добавляю сюда сахар взбиваем на среднем и на выше средних оборотов потом вам скажу сколько по времени я взбивала все девочки я взбивала 20 минут на средних оборотах меня здесь 10 скоростей из 10 я взбивала на пятерки и на шестерки чуть-чуть повысила потом конечно это можно взбить за 8-10 минут на высоких оборотов но я хотела чтобы у меня масса была более качественной чтобы бисквит соответственно был более качественным поэтому я взбивал на средних и подольше вот теперь уже можно добавить растительное масло и сухие ингредиенты берем отсюда массу добавляем растительное масло перемешиваем и добавляем сюда это чтобы все хорошо чтобы соединилось вместе хорошо перемешиваем растительное масло я добавляю для влаги чтобы бисквит был влажным теперь добавляем сухие ингредиенты это у меня ванильный чай матча я добавлю сюда для зеленого цвета и конечно муку это я добавлю в два этапа хотя я просеивала муку один раз тем не менее просею еще раз все хорошо аккуратно снизу вверх перемешиваем также это можно сделайте на минимальных оборотах миксером я лучше делаю руками то такая зеленое пышное масло у нас с вами получилось теперь это перелем форму и потом отправим в духовку форму я застелила пергаментной бумагой отправляю в разогретую до 170 градусов духовку но время тоже я вам потом скажу сколько по времени пекла вот как выглядит наш бисквит он очень нежный сейчас я его переверну оставлю на решетке чтобы он полностью остыл потом заверну в пленку и оставлю на ночь вот а ну а завтра мы с вами приготовим какой-нибудь торт из этого бисквита если вы не против ну все оставляю бисквит теперь на решетке дам полностью остыть заверну с вами приготовим заварной крем для бисквита который мы с вами готовили вчера вот кладем сюда яйца все хорошо перемешиваем здесь у меня кукурузный крахмал и ванильный сахар уже все хорошо соединяем вместе потом мы добавим горячее молоко все у нас хорошо соединилось вот такая однородная масса у нас должна с вами получиться вот теперь почихоньку буду вливать горячее молоко я заранее уже подогрела начался процесс закипания и после закипания он очень быстро начинает густеть и поэтому очень важно помешивать постоянно еще немного минутки варю и сниму все это ну вот этого будет достаточно на загустел можно снимать уже добавлю сюда сливочное масло для начала я хочу замочить желатин это у меня пластины каждая пластина по 2 и 5 граммов здесь у меня 10 граммов окунаю в холодную воду и оставляю на 10-15 минут перемешиваем до тех пор пока у нас масло не растает здесь полностью ну вот все уже девочки такая однородная масса у нас с вами получилось вот теперь думаю достаточно он достаточно густой у нас как вы видите осталось добавить сюда желатин и наш крем готов желатин у нас тоже смягчился надо хорошо отжать теперь я отправлю в микроволновку и буду растапливать там желатин я растопила как вы видите добавим это теперь в крем кстати желатин у меня халя я помню заказывала через ebay через китайский или интернациональный сайт опять довела до однородной массы как и видите вот переложу это в кондитерский мешок и мешок будет дожидаться своей очереди пока мы будем подготавливать на все крем у нас и готов все оставляем в сторонку это наш бисквит хочу снять шапочку то есть эту корочку которая образовалась сверху приоткрываем наш зеленый цвет теперь нам нужно разделить бисквит на две части я делаю сначала такие надрезы и в эти надрезы я ставлю обычную нитку это необычная черная нитка вот дохожу до краев прям до конца я хотела сказать вот делаю здесь крестик покажу вам делаю крестик и и обратно и обратно видите как легко как легко это делается все не знаю девочки насколько вам виден этот просто шикарный цвет девочки мне очень нравится этот цвет давайте посмотрим что у нас там внутри вот очень красивый цвет а как вам девочки нравится вам вот как выглядит наш бисквит теперь срежем тоже пока вот и тогда бисквит наш готов к сборке только теперь этим круглым кольцом мы уберем эти бока сам бисквит у нас диаметром 24 сантиметра кольцо мне 20 сантиметров и вот так вот срезаем и так же поступаем с другими перекладывая это уже сюда это я убираю собирать металл будем в кольце пропитаю бисквит сиропом это у меня сахар плюс вода ничего особенного просто крем у нас не сильно будет пропитывать торт то есть бисквит поэтому немного пропитаюсь нам еще нужно бортовая лента или ацетатную желтку девочки я уже нарезала клубнику это торт клубничный торт у нас в резине вот эти нарезанные поставим по бокам положим эти вовнутрь посерединке и сольем кремом кладем вот таким вот образом вот так вот надеюсь вам видно крем очень хорошо заполняем эти щели прям хорошо хорошо чтобы не было пустот вот вот еще хорошо разровняем еще выдавлю крем чуть-чуть оставлю чтобы смазать верх коржа крем крем тоненький beide которые другие никогда которые были хорошо окунаю клубнику так как она у меня вверх пошла теперь я закрыла клубнику так и должно быть можно покрыть бисквитом теперь оставшимся кладем второй бисквит хорошо надавливаем надо было мне на перчатки надеть но увы слишком поздно не вспомнила пропитаем это тоже слой крема кладу сюда сверху пищевую пленку так как это у нас заварной крем и отправлю в холодильник то есть морозильник чтобы быстренько у меня схватился и продолжим дальше ну все таким образом я отправляю торт в морозильник для оформления я беру вот такой вот клубичное желе я брала в турецком магазине такой порошок залит кипятком теперь пакетик рассчитан на 350 миллилитров воды но я взяла 300 миллилитров дам немного остыть обязательно слишком горячие а пока я нарежу клубнику достала я торт из холодильника теперь уже то есть из морозильника сверху немного нужно разровнять оказывается с ложкой кладем нарезанную клубнику одинаковые возьму и и сверху у нас слой желе слишком рано тоже не готовьте желе я тут переборщила наверное немножко даже загустела теперь наш торт отправляется в холодильник чтобы полностью схватился пропитался вот завтра я вам покажу в разрезе результат и все такое у нас уже следующее утро и теперь уже самый захватывающий момент девочки все я вам покажу как есть кстати неплохо снимается а вот и наш долгожданный тортик девочки наконец-то мы можем разрезать и попробовать вот надеюсь вам хорошо видно но я вам еще покажу поближе а и 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